Музыка 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 Терриотип, нам вообще тяжело взяться за изобретение чего-то, что каждый день у нас передростом. Ага, то есть может быть даже стул старый стоит, да? Или ты сидишь на старом стуле, да, но лист-то белый. Хорошо, белый лист, и он пугает. Стул… Можно. И вот в чем проблема? А, вас не устраивает степень фокусировки. То есть вы, причем, вот мне девушка предлагает абстрагирование сделать для начала. Не новый стул, а новый способ сидеть. Или новый способ разместить себя в помещении. Это был бы еще следующий шаг абстрагирования, да? Или, например, можно, если не нравится эта задача, можно сфокусироваться сильнее. Сказать, новый способ сидеть в очереди. Или новый способ сидеть на воркшопе. Или новый способ сидеть боком. Да, это будет большая фокусировка. Предположим, вам более сфокусированная или более абстрагированная задача удобнее, а это неудобно. Хорошо, 4. Давайте еще. Нет, ТЗ. Согласен, 5. Так, а что новая функция? А то вы так загадками говорите. Ой, мы и так не успеем сегодня, правда, вы не набегаетесь. Я буду проговаривать еще раз. Понятно, зачем, если я правильно понял, зачем изобретать то, что уже выполняет свою функцию достаточно хорошо, и мы хотим иметь или ТЗ, или мы должны понимать проблему этого стула, который нужно исправить. Это была бы шестая причина, мы не знаем, проблема. Ну что, ну сидим и сидим, все в порядке. Или мы хотим новую функцию. Мы ее не обозначили, и пока мы ее не обозначим, мы изобретать не можем. Это уже 7. Давайте еще 3 поднапряжемся. В чем еще проблема изобретательства? Неправильный ответ, конечно же, да, но это нас останавливает, и это ответ на мой вопрос. Спасибо. Нет таланта у меня, не могу ничего изобрести. Нет денег. А, вам нужны деньги на изобретательство или на прототипирование? На все. На еду, пока изобретаешь. Хорошо, ладно, засчитаем. 9. Давайте еще одну причину. Чего нет? Не из чего делать. А, ну то есть нельзя изобрести, если не прототипировать. Нужно его делать, да? А что вы имели в виду? А, ну это, опять же, это ТЗ, только более сфокусированное, да? Если бы у нас было ТЗ, там было бы написано, из чего мы будем его конструировать. Я хочу привести это к общему какому-то виду. Не вот материалы, а чего не хватает? Вводных не хватает? Методологии не хватает? Чего не хватает? Материаловедение нужно, понимаете? Хорошо, сопромат. То есть пока сопромат не освоим, стул сделать не можем. Где он будет использоваться? А, смысл вообще? Где и зачем он будет использоваться? Одиннадцатая причина. В общем, причин не изобретать достаточно много. Если мы с вами за полтора часа успеем добраться, у меня же полтора часа, да? Кажется. А? Ах, даже так. То есть мы в три должны закончить. Да, мне тоже казалось, что у меня гораздо больше времени. Но ничего. Итак, если мы доберемся до конца, вы увидите, что все эти причины на самом деле не работают и можно изобретать стул, не имея ничего из того. И, кстати, не имея таланта прежде всего. Кстати, про талант поговорим сейчас сразу. Мы привыкли думать о креативности как о какой-то черной такой коробочке. Значит, есть задача, ее вбрасывают нам в мозг. И почему-то у одних людей на выходе вдруг, бам, вот же новый стул. Пусть он будет летающим и пластиковым, бультеру фиолетовым и светящимся в темноте. А другой человек такой, типа, что-то я не могу никакой стул придумать. И мы считаем, что у одного в черной коробочке происходят какие-то правильные процессы, а у другого неправильные. И принято называть это талантом. Ну, вот человек так может, наверное, с рождения, или ему с родителями повезло, они его как-то там натренировали или кормили его чем-то таким, что он теперь, значит, или он сам себя сейчас чем-то кормит. Странно, да? Мы привыкли думать о креативности как о таланте. Мы в ИКРЕ рассматриваем креативность, конечно, как методологию, как путь из точки А в точку Б, который вы проходите по определенным шагам и доходите до результата. Вот как вы справляетесь с каждым шагом, сколько быстро вы его осваиваете, как качественно вы, это совокупность ваших навыков и, может быть, в чем-то даже талантов. Внимательно слушать, не сбиваться с пути, быть терпеливым, быть внимательным ко всему и так далее. Это очень важно, это никто не отменяет. Но наличие пути у вас гарантированно так или иначе с тем или иной скоростью приводит вас к изобретению. Для этого нужны креативные методологии. Четыре креативных методологии мы больше всего любим в ИКРЕ, но на самом деле креативных методологий десятки. Есть здесь знакомые для вас слова? Там три, кто не знает, присутствующих, что это такое? О, классно, подготовленная аудитория. 20% людей знают, что такое теория решения изобретательских задач. Мы маленькие кусочки сегодня ее посмотрим. Латеральное мышление знакомо? Кайфово. А прям руку можете поднять, пожалуйста? Ага, тоже примерно тот же процент. Крафт. Ой, здорово, спасибо. Значит, ИКРА, Василий Лебедев, книжки и так далее, да, работают. Дизайн мышления. Ну, здесь должно быть больше рук. Хайповая, хайповая методология, да, максимально практикоориентированная. Мы не будем сегодня с вами проходить креативные методологии, не переживайте. Мы посмотрим маленькие короткие инструментики, которые помогают изобретать быстро, прямо сейчас. Вот проблема, вот я применил что-то, и вот я получил какой-то результат. Поговорим сегодня только об очень конкретных инструментах, которые лежат там внутри. Итак, 5-7 минут. Я тут с вами, значит, играю, рассказываю, какая крутая икра. Сказал, что, значит, я креативный директор, я тут хозяин. Значит, что-то у меня какой-то нагнал я про, значит, большую историю, что при эпоху, эпоха переизобретательства и так далее. Что я вообще сейчас делал? Вступление, рекламу. Так, еще варианты? Само-пиар, подводку, продажу. Ну ладно. Ладно. Как это все можно обобщить и назвать вместе? Что я накачивал, если хотите? Вот еще бизнес не накачивал пока. Ни информирования нет. Ну, как бы весь воркшоп — это накачивание вашего информирования. Да, окей. Но все-таки вот эта часть его первая с фокусом на то, как все замечательно, какие все умные, как икра. Рисовка, инспайринг, да. На самом деле я раскачивал социальный капитал. Конкретный, совершенно социальный капитал, символический, который называется. А зачем он мне вообще нужен? Для того, чтобы получить какую-то долю вашего внимания. Сконцентрировать вас на себе, что вы подумали, этот парень что-то сечет. Послушаю пять минут. Вот за пять минут я могу растратить все. За следующие пять минут могу все потерять, что я накачал. Но пять минут у меня есть. Если я не буду это терять, мой символический капитал будет расти. Если вам понравится целиком проведенное со мной время, вы таки выйдет и скажете, о, может быть, постучаться к нему в Facebook. О, может быть, чего-нибудь еще сделать. А, соответственно, мой символический капитал в ваших глазах может расти, а может падать. И символический капитал не единственный социальный капитал, которым люди меняются. Вообще людям свойственно, и об этом говорит как раз теория социальных капиталов, людям свойственно воспринимать отношения как полезные, любые отношения с любыми людьми, на работе, не на работе, неважно. Любые отношения с людьми воспринимать как полезные, если какой-то из капиталов нарастает у вас. Если у вас никакой капитал не вырос за 15 минут беседы или в результате какого-то долгого взаимодействия, вы считаете, что все это вам нафиг не нужно и было бы абсолютно бессмысленно. А если что-то выросло, вы воспринимаете эти отношения как полезные, не обязательно как приятные, кстати говоря. А какие есть еще социальные капиталы, кроме символического? Ну такой капитал, как деньги, понятен, да? Мы можем ими меняться. Можно заплатить деньги и купить значок Гарварда и ходить потом им светить. Это я за деньги купил себе символического капитала немножко. Понятная схема сделки? Или можно купить должность, напечатать визитки и красиво их раздавать. О, какой чувак крутой. Это тоже будет обмен экономического капитала на символический капитал. Какие еще капиталы есть у людей, как вы считаете? Время, да, конечно. И это единственный капитал из всех, который нельзя наращивать. Его, к сожалению, можно только тратить. И мы с вами сегодня тратим временной капитал свой. Что еще есть? Нравственный – это как? Это моя нравственность, и я ее обмениваю на что-то. На деньги, например. На самом деле, нет, вы близки к ответу, все правильно. Называется, на самом деле, ну как бы нравственного нет. Духовный, ценностный. Если я начинаю продавать ценности, не знаю, не знаю. Есть такая история, как культурный капитал. Это все, что, весь мой бэкграунд, которым я владею. И если я могу на свидании читать стихи, то я могу поменять этот свой навык, эту свою способность на какие-то няшки для себя. На какое-нибудь ускорение любовного процесса, например. А если я классно говорю на русском языке, или классно говорю на английском языке, это тоже культурный капитал. И я могу его поменять, например, на хорошую должность. Люди с хорошим знанием английского языка или хорошо пользующиеся русским зарабатывают больше. Таким образом, в долгосрочной перспективе я меняю этот капитал на денежный. Какие есть еще? Навыки. Да, спасибо. Навыки. Вот они. Хочу вам открыть уже весь список. Навыки, профессиональный капитал. Это все, что я могу делать. Все, что может делать любой человек. Рассказывать, говорить, читать, пилить, копать. Все, что я могу, я могу это поменять на деньги и вещи, на экономический капитал. И возникает некая сделка, которая выгодна для двух сторон. Наверное, обычно. Смотрите, есть связи и знакомства. Социальный капитал. Если у меня 3500 друзей на Фейсбуке, я в любой момент могу решить какую-нибудь сложную задачу. Например, за деньги найти кому-нибудь арт-директора или копирайтера. Могу я заработать как HR? Я возьму свой социальный капитал, который долго-долго накапливаю, и поменяю его на денежный. Можно так? Можно так. Хорошо. Здоровье и нервы физиологически. Да, кстати, давайте еще один пример социального капитала, вот этого вот связи и знакомства. Если у моей подружки папа глава местного ГИБДД. Классная история? Нет? Нет? А что не так с ней? Все с ней нормально. И с подружкой нормально. Эта история не про меня. На себя не показывай. Но в принципе, если я набрал штрафов, я могу попробовать поменять свой социальный капитал, свои связи с ее папой на деньги. То есть, чтобы эти штрафы мне из базы каким-то образом и исчезли. Вот вам и обмен. Вот вам и сделочка. Здоровье и нервы. Вся наша физиологическая история позволяет нам что-то делать и быть полезными другим людям. Соответственно, если у меня все в порядке с физиологическим капиталом, я в состоянии обменивать это каким-то образом на другие капиталы. Репутация и статус. Мы это проговорили, время проговорили. Карьерный рост. Простая история. Административный так называемый капитал. Я просто беру... Кто-то у меня есть какие-то подчиненные. Я даю им указания. И их полезную работу использую для достижения собственных целей. Надо мной, правда, тоже кто-то есть, кто меня использует. Отдает мне указания. Я их выполняю. Кому-то прибавочка. Политическое влияние. Это не про политиков. Ну, про политиков, но просто гораздо шире. Не только про политиков. Это история про принятие решения. Про передачу права на принятие решения кому-нибудь другого. Мы с вами не принимаем решение начинать войну с НАТО или не начинать. Мы передали это верховному главнокомандующему. Мы с вами не решаем класть трубу во дворе, как ее укладывать, когда, и как газоны озеленять и так далее. Мы передали это районным управам. У них есть политический капитал, они принимают решение, а у нас нет. Но один раз в году... Ой, в году. В году. Один раз в шесть лет у нас есть право поменять свой политический капитал. У нас возникает на сколько? На 12 часов. И в этот момент мы пытаемся его, значит, на что-нибудь поменять полезное, обычно на хорошую жизнь. Обычно не очень успешно у нас это получается. Вопрос. Может ли быть политический капитал у школьника? Если да, то как? Давайте. Если школьник на митинге и много школьников вместе на что-то надавили... Надавили, да, но не приняли решение, которое будет исполнено. На митинге решение не принимается. Когда что? Да, вот у президента класса или у старосты появляется политический капитал. По сути, это акт как звучит? Пусть Вася, Петя, Сережа решает за нас. Вот в этот момент у школьника появляется политический капитал. У старушки может быть капитал политический? Например? Ну, голосовать один раз в шесть лет может, а еще чего? Конечно. Еще раз. Во всех ситуациях, когда вы говорите другому, хоть жене, реши сама, в этот момент вы отдаете свой политический капитал ей. Ну, кстати, можно взамен что-нибудь попросить. Например, время. А я пойду почитаю. Вот вы и поменялись. И эти отношения полезные. То есть политический капитал – это право на принятие решения за вас. Любого. И поэтому старушка, если она в ветеранском комитете заседает, если она главная по подъезду, звонок в дверь, я открываю, там люди с листом подписным. Я такой, что такое? Да вот, собираем подпись. Я говорю, а как Марья Ивановна? А Марья Ивановна уже подписала, вот ее подпись. Я такой, а, ну хорошо, я тогда тоже подпишу. Вот у этой Марьи Ивановны, у нее есть политический капитал, я делаю ее как она. Я на самом деле передал. Ей уже право решать за себя. Вы спросите, при чем здесь изобретательство? А изобретательство здесь вот при чем. Смотрите на свою целевую... Ну, мы всегда изобретаем для кого-то, да? Ну, бессмысленно изобретать для кого-то. Ну, мы можем изобретать лично для себя, но тогда и мы есть наша целевая аудитория. То есть целевая аудитория всегда есть у любого изобретения. Соответственно, смотрите на того, для кого изобретаете, и задаете очень простой вопрос себе. У него каких капиталов не хватает? Молодой девчонке не хватает связей, например, и ощущения собственного статуса, потому что она еще просто молодая девчонка. А за эти капиталы она многое готова отдать. Вы задаете следующий вопрос. А что у нее есть? Чем она? Каким капиталом она может поделиться? Что есть из этих капиталов у молодой девушки? Воспитание и мораль в лучшем случае. Молодость и красота – это физиологический капитал. Спасибо. Время. И навыки, например, делания селфи и обработки фотографий. И когда у вас есть продукт, и вы хотите их зацепить, вам нужно делать коммуникации, вы задали себе эти два простых вопроса. Какой капитал ей нужен, а какого у нее во? И предлагаете ей сделку. И сделка звучит так. Так, подруга, делай селфи с нашим продуктом. Сейчас не с нашим продуктом, это детали. Делай селфи, выкладывай, собирай лайки своих подруг. И кто больше всех наберет, получит вечер ужина с Егором Кридом. А это 100% железобетонно работающее предложение. Он работает всегда. Уже десятилетия работает. Почему? Ее капитал связей, ну, ужин с Егором Кридом, это прежде всего связи, да? Со связями проблема. И со статусом проблема. А если она с Егором Кридом ужинает, это повышение ее статуса. Она же сделает фоточку. Ой, она же разместит ее в Инстаграме, да? Ей же будут завидовать подружки. Статус вырастет, связи вырастут. Что есть? Есть симпатичная личика, физиологический капитал, есть подружки, это ее социальный капитал раскачанный, много подружек, и они любят ей ставить лайки. И она умеет делать селфи, обрабатывать фотки, может сделать классную фотографию. Так вы с ней поменялись, так вы сделали интересную работающую коммуникацию. Всего два вопроса, и у вас есть решение. Какого капитала не хватает, какого капитала в избытке. И придумывайте схему обмена. Все. Вот серьезно, для того, чтобы изобрести это, ничего не нужно. Нужно только знать теорию социальных капиталов и научиться перевести на уровень навыка схему обмена. Давайте быстро один вопрос. Воркшоп. Мы с вами какими капиталами меняемся? Значит, да, что отдаю я? Я отдаю навыки, знания и время. Вы что отдаете? Время, деньги. Ну, на самом деле, навыки слушания тоже. Если душно. Нервы, если сдают, то вы отдаете физиологический капитал. Да. А если мы с вами меняемся тем, чем у нас много, у вас, видимо, денег много, да, раз вы сюда пришли. Вы готовы ими поделиться, отлично. А кто-то, организаторы, да, хотят деньги заработать, им нужны деньги, они их получают. А я отдаю знания, время, силы и так далее. Хорошая сделка, и тогда она работает. Если сделка плохая, мы воспримем эти отношения как неполезные. Понятно, с фитнесом мы тоже там меняемся с капиталами, с политической системой. Там политическая система вообще мясорубка капиталов. Если вы захотите отработать эту историю, подумайте о политике. Вспомните, как устроен весь политический цикл и какими капиталами политик меняется в течение шести лет, пока он работает. От одних выборов до других выборов. Чем он меняется с окружающими людьми. Вы увидите, что там практически все социальные капиталы используются. Итак, метод номер один. Дайте людям социальные капиталы, которые у них в дефиците, и возьмите у них тот, который у них в достатке или лучше в избытке. Изобретайте схемы обмена, и это готовый инструмент изобретательства. Вам ничего больше не нужно. Пойдем дальше. Ради чего люди вообще вписываются в какую-либо деятельность, в какие-то обмены, в полезную работу и так далее? Как по-вашему? Ачивки. Так. Хорошо. А за ачивками что стоит? Ну, чувство какое? Желание счастья. Хорошо. Мы все вписываемся ради счастья. Окей. Еще что? Жадность. Окей. Самореализация. Достижение цели. Признание. Спасибо. Безопасность. Значимость. Спасибо. А почему вы не говорите, чтобы жить и есть? А потому что пирамида Маслоу. А у пирамиды Маслоу нижние уровни у нас с вами у всех, раз мы пока здесь с вами сидим, уже заполнены и решены. Физических потребностей, которые обеспечивают наше физическое выживание, минимум, ну по сути, две. Еда и элементарная безопасность. Заметьте, причем не чувство безопасности, а просто физически. Вот не капает, не заливает, не убивают. Все. Наше существование обеспечено и нижние ступени пирамиды заполнены, решены. А все, что находится там у Маслоу выше, и все, что у людей, которые уже переизобрели эти пирамиды миллион раз, все, что находится выше, называется эмоциональные потребности. Очень важно, когда вы собираетесь изобретать, ответить себе на вопрос, какую эмоциональную потребность своей целевой аудитории вы собираетесь удовлетворять. Потому что люди заняты целыми днями удовлетворением своих эмоциональных потребностей. Ребята из американской компании, которую я все время забываю, как называется, в конце 80-х годов сделали карту эмоциональных потребностей и утверждают, что туда вынесли и сгруппировали все эмоциональные потребности, которые есть у человека. Называется она Синсидиум. Она помогает понять вам, на какой конкретной эмоциональной потребности. Рано еще фотографировать, он сейчас здесь откроется, подождите. Его еще нет. Только название одно. Я сделаю паузу. Вопрос к организаторам, наверное, да. Значит, спросите, чего по-настоящему на эмоциональном плане хочет ваша целевая аудитория, человек, ради которого вы изобретаете. И подумайте, а как вы можете это ее удовлетворить, как вы можете ее закрыть. И человек откроет кошелек, будет вам платить, будет вас любить, будет к вам приходить за помощью и делать все, что вы захотите, если вы удовлетворяете его эмоциональную потребность. Итак, как у многих систем, есть горизонтальная шкала и вертикальная ось. По горизонтальной шкале на Синсидиуме отложено отношение человека к другим людям. Как можно относиться к другим людям? На одном конце лежит желание власти. Это желание управлять другими людьми. Вот вы где-то все там, а я где-то здесь, наверху, над вами. Прямо, косвенно я вами управляю. У меня больше прав, чем у вас. Я физически над вами возвышаюсь. Я вижу ваши головы сверху. Я могу опереться на вас в прямом или в переносном смысле слова. Это все власть. Александр Македонский хотел, чтобы его богом называли. И половина, да какая половина, почти весь, вся Айкумена того времени называла. А это максимально выраженное стремление к власти. Как вы думаете, что находится на противоположном конце? Что противоположно желанию власти? Вот нет такого. А, это ловушка. Это вопрос ловушка. Кроме БДСМа, не бывает ситуации, когда вы хотите подчиняться. Вот чтобы люди были над вами. Это редкость. Чтобы тебя любили. Вариант. Близко. Безопасность там находится рядом, но не прямо напротив власти. Желание сопротивления. Ну, в смысле, мы не стремимся сопротивляться. Мы стремимся просто жить в безопасности, чтобы не нужно было сопротивляться. Свобода. Независимость. Ага. Быть любимым. Да, спасибо. Я дождался нужного слова. Принадлежность. Я не знаю, автор, так сказать, или знает эту систему, или... Это очень точное попадание, и редко кто-то произносит это слово. Вот. На другом конце лежит принадлежность. Стремление быть частью людей. Быть вместе с людьми. Не над людьми, а вместе с людьми. И вы должны отказаться от власти для того, чтобы быть по-настоящему с людьми. Девушка, поющая в церковном хоре, это принадлежность. Стремление к принадлежности. Стремление быть принятым в какой-то среде или тусовке. В широком смысле. Это принадлежность. Всегда, когда мы причисляем себя к интерсубъективным, то есть несуществующим общностям, которые нельзя потрогать, которые физически не существуют, это все принадлежность. Инадлежность. Мы русские. Вы знаете всех русских по именам? Это ваши друзья? Вы вообще знаете, кто? Вы можете отличить русского от нерусского? Гарантированно всегда? Нет. Но мы говорим, мы русские то-то и то-то. Говорим о каком-то национальном характере. Да, понятно, что мы имеем в виду, это не на пустом месте, но это интерсубъективная сущность так называемая. Мы россияне, мы православные, мы порядочные люди, мы люди со вкусом, мы люди креативно мыслящие, мы представители креативной индустрии, мы шахтеры и так далее. Некая общность, к которой нам приятно принадлежать. И мы хотим, мы рады, что мы к ней принадлежим. Учителя, красотки, да кто угодно. Это принадлежность. И людям нравится принадлежать к общностям. Это противоположно власти. По вертикали откладывается отношение человека не к другим людям, а к своим желаниям. Что можно делать с желаниями? Удовлетворять и подавлять. Абсолютно верно. Поэтому наверху удовольствие, внизу контроль. Наверху это купи слона, хочу слона, хочу булочку и съем булочку, хочу в отпуск. Я устала и так далее. Хочу в кино и пойду в кино. Я такая спонтанная вся. Это удовольствие. Внизу контроль. Это ради чего бы то ни было, неважно чего, я запрещаю себе удовлетворение своих потребностей. Какой отпуск? У нас квартальный отчет. Ну куда ты собралась? Ты же мать. Это мы собираемся другого человека опустить в контроль, а он не хочет. И так далее. Ограничения, аскетизм, порядок. Я на диете. Вот это все, это контроль. И нам тоже это нужно. Нам тоже никуда не деться. Узнавайте себя. Можете узнать себя в четырех зонах? И для каждого человека это что-то свое. Для предпринимателя это одно. Для школьника это другое. Для матери это третье и так далее. По углам еще четыре. Ха, вы думали, все так просто. Нет. Жизненная сила. Это история про то, что жизнь удалась. Как мы любим чувствовать себя на коне. Все круто, все получается. Я такой успешный. Мир прекрасен. Жизнь сказка. Мордой в икру. Все замечательно. Это отличный момент, чтобы перейти к рассказу о том, как это работает в маркетинге. Если вы сейчас потихонечку во время моего рассказа начнете думать о коммуникациях, о рекламе, о креативе, вы заметите, что хорошие бренды в своих коммуникациях бьют в какую-нибудь одну эмоциональную потребность. Они говорят, наш бренд закрывает ощущение власти, делает это классно. И людям с незакрытой потребностью во власти они покупают эти бренды. Это хорошее, правильное, очень четкое позиционирование. Кто-то бьет в удовольствие, как вкусно, маги, маги. Это просто джингл, но он в удовольствие, потому что вкусняшка. Это просто кайфово есть. Это не доширак. Значит, если я на большой машине еду через лес, буераки, я такой крутой, тачка большая, грязище разбрасываю вокруг себя, выезжаю на Косогор, выхожу из машины, и передо мной такой огромный мир, огромное небо. Плывут облака, солнце, копошится там кто-то вдалеке, значит, крестьяне на полях работают. Я вышел такой и думаю, блин, как круто. Я сюда доехал, я тут один такой. Я сейчас сяду в машину и поеду к новым свершениям. Это жизненная сила. И вы узнаете рекламу брендов, которые бьют в жизненную силу всегда. В автомобильном рынке это Subaru, Land Rover, Range Rover, все машины с большими колесами, с большими движками. И не важно, что я езжу, дом-работа, дом-работа, дом-работа. Чувство у меня есть благодаря этой машине. Какое? Но если надо, да у меня танк, куда угодно доеду, я всесилен, у меня все хорошо. Посмотрите на мою тачку. Вот, кстати, зря я. Посмотрите на мою тачку. Это чуть-чуть про другое. Сейчас дойдем. Противоположность жизненной силе, защита, безопасность и предсказуемость. Недаром она рядом с контролем, рядом с принадлежностью. Это логично. Целые индустрии лежат в защите. Страхование в защите. Почти вся медицина в защите. А вот скажите мне, кроме той медицины, которая в защите, в жизненной силе лежит какая-нибудь часть медицины? Какая? Правильно, да. На самом деле всевозможный ЗОЖ в жизненной силе. И в жизненной силе Виагра. И в жизненной силе витамины все. Биохакинг. Сон. Да, если считать его медициной, здоровый образ жизни в жизненной силе. А медицина, таблетки, прививки, это в защите. Понятно пока, да, все? Еще два осталось, держитесь. Единение. Не то же самое, что принадлежность. Единение – это про то, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мы банда. Мы пацаны. Это близкий круг друзей. Это конкретные люди, которых вы знаете по именам. А в рекламе «Шкода Йети» мы что видим? Мы классная семья. Суббота утро. И мы едем на хоккей. Мама, папа и двое детей. И классно вместе проводим время. Это единение. Вольво. Ни одной аварии по вине машин. Вольво. Это какая-то, извините меня, или безопасность, или контроль. А скажите, пожалуйста, а этот самый, Мерседес, машина чиновников, а тем более Глентваген. Это власть, конечно. А у меня Фиат 500. Маленькая такая симпатичная рестайлинговая букашка, красная, с блестящей торпедой, с кожаными сидениями. Это что? Это удовольствие, да. А скажите, пожалуйста, think different, классический Apple, это что? Это принадлежность. Молодцы, классно. А теперь загадка. Мне Фиат 500 мой был продан через другую рекламу. Знаете, какую? Фиат 500 – это Южная Европа с ее стилем жизни, с ее расслабленностью, понтами, весельем. И легкостью. И выходя на улицу из дома по утрам, я смотрю на свою машинку среди серых, мрачных, большеколесных. Я же им проигрываю во всем, кроме одного. Я чувствую себя европейцем в азиатской стране. Вот так вот. Сам создаю рекламу, сам на нее ведусь. Я европеец в азиатской стране. Скажите, это какая эмоциональная потребность? Это принадлежность, конечно. Я хочу быть частью группы, которая мне нравится. И пусть ее рядом со мной не так много. Но я же знаю, что она есть. Знаю, что она есть. Европейцы. Южные европейцы, тем более. Это же полная абстракция, полный бред. Но я живу этим. Ничего. Ну и последнее. Как вы думаете, что осталось? Значит, смотрите, подсказки. Между властью и контролем противоположны единению. Кто знает, не говорите. А давайте вот как? Экспертность, субъектность, эгоизм. Близко. Как? Самовыражение. Там куча. Зависть. Там есть обязательно. Индивидуальность. Ну, почти. Самореализация. Очень близко. Как? Понты. Да, близко. Ну, вы все близко очень. Там, друзья мои, признание. Награды, почести и похвалы. Если говорить опять про автомобильный рынок. Вот теперь можно фотографировать. Значит, если говорить про рынок автомобильный, то любая тачка с открытой крышей, любая тачка, которую мы провожаем вот так вот взглядом, ничего себе. Вот это все про признание. И это тоже нам нужно. Желание оказаться на обложке Forbes, желание возглавить какую-нибудь комиссию, желание быть лучшим из лучших, получить Каннского льва. Все это история про признание. Логика в чем? Определили эмоциональную потребность своей целевой аудитории, поняли, что там сейчас самое главное у этого типа людей. Как вы можете помочь? Как ваш изобретенный стул может позволить человеку дать ему ощущение власти? Это какой стул? Трон. Я, кстати, первый раз сейчас подумал задавать такой вопрос. А какой стул может дать ощущение удовольствия? Мягкий. Какой стул может дать ощущение единения? Кресло. На двоих то что, да, там, где можно на коленки кого-то посадить, или вдвоем обняться. Или помните лавочки Кока-Колы? Кока-Кола вообще бренд про единение, потому что счастье не счастье, если ты не разделил его с друзьями. Принадлежность. Стул-принадлежность. О, да, классно. Стул-защита и безопасность. Детское кресло и вот эти стульчики для детей, где он встегнут и все, ничего. Или просто, да, с ремнями. Стул-контроль. Почему? Нет, классно, но почему? Ага, всегда могу слезть. Складной стул. Да, там, где мне нужно. Вот спасибо, вы понимаете, о чем я говорю про Синсидиум? Стул в любом месте, где мне нужно, это контроль. Поэтому складной стул, это контроль. Классно. Признание. Последний. А? Трон было, трон это власть явно. Признание. Они рядом, это сложно, но все-таки. Дизайнерский стул. О, классно. О, кресло-режиссер. Спасибо. Это между властью и признанием где-то, оно сойдет. Смотрите, если вы режиссер и контролируете, вам все видно с этого стула, это контроль. Но если там написано режиссер, извините, друзья, это признание. Хорошо, давайте последний. Стул жизненная сила, это как? Я вот не знаю. Медицинское кресло? Нет, нет. Да, кстати, вот с которого, да, можно не вставать, например, да, шезлонг, да, да, отлично. Слушайте, да, кресло, кстати, в бизнес-классе, в авиакомпании, да. Слушайте, первый раз попробовал стул раскидать по Синсидиуму, классно, здорово получается. Понятно, как можно стуль изобретать с помощью Синсидиума? Огонь, прекрасно. Вам же понятно, что такси – это базовая потребность, но ведь можно внутри нее найти вот такую потребность, внутри отрасли такси находить другую потребность, потому что она не закрыта. Или еще одну потребность, потребность в безопасности для женщин. Это же в безопасность бренд. А вот контроль и безопасность, детские, да, и детские медицинское такси. Каршеринг, есть просто каршеринг, а есть, например, белка-каршеринг для бизнес-класса. И это признание. Я еду не просто на каршеринге, я еду на Мерседесе, каршеринге и так далее. Совет. Определяйте эмоциональные потребности, делайте продукт и коммуникацию в какую-то одну ключевую потребность, чтобы не взрывать мозг своему потребителю, и наслаждайтесь лояльностью с их стороны. Сфотографировали, идем дальше. Ускоряйте. Не успеем. Ну, понятно, значит, Pepsi-Cola – это жизненная сила, а Coca-Cola – это признание. И всегда хорош тот бренд, который четко показывает, в какую он эмоциональную потребность бьет. Ну, слушайте, если честно, давайте мы с Insidium сейчас с вами закончим. У меня есть три ролика, но вы и так прекрасно все определили, поэтому я позволю себе проскочить их. Хотя я понимаю, что смотреть кино приятно, но хочется двигаться дальше. Следующая тема звучит следующим образом. Раньше, по историческим меркам, вчера, можно было изобретать от бизнеса, у меня есть вагон яблок, в другом месте нет вагона яблок, я перегнал вагон, продал, заработал. Потом можно… Да, но сейчас мы живем в мире, в котором ресурсы в общем все на кончиках пальцев в целом. Технологии – та же фигня. Был Edison, провел 3000 экспериментов, изобрел наконец свою лампочку, у него был спонсор, и они взяли, электрифицировали Лондон, потом Париж, заработали кучу денег от технологии. Сейчас, по большому счету, тоже технология не дает ключевого конкурентного преимущества или на очень короткий период. Радио в трех местах в мире изобрели одновременно практически, а сейчас все изобретается одновременно по всему миру. Скорость изменения выросла невероятно, вы это знаете. Поэтому от технологий, от самой технологии тоже очень сложно изобретать. Остается незакрываемая, бесконечно большая зона изобретательства потребности человека. Единственное, что нам нужно с вами, потому что потребности, они безграничны. Я просто хочу внести поправку. Я была не права. У нас на самом деле есть время, поэтому можем все показывать. Прекрасно, но у нас много классного материала. Спасибо большое, я очень рад. Когда мы должны закончить? Если люди будут живы? Классно. Три пятьдесят. Отлично. Дай вам бог, так сказать. Нет, дай вам бог оперативной памяти в голове. Человеческие потребности безграничны. Закрыли одну, появилась следующая. Поэтому изобретать здесь можно вечно. Поэтому сегодня мы изобретаем от человека, потом подхватываем технологии, строим бизнес и получаем решение. Естественно, лучшая методология креативная, которая работает с человеческими потребностями, это дизайн мышления. Дизайн мышления настолько хайповое, настолько суровое, что уже перешла на уровень культуры. Я вам сейчас покажу рекламный ролик для масс-маркета, который рассказывает про дизайн мышления. Это все равно, что про ТРИЗ. Представляете себе ролик? Про инженеров, которые изобретают по ТРИЗу. А вот, пожалуйста, специалисты изобретают по дизайн мышления. А нет, друзья, мне нужен звук. Кто-то может помочь сделать нормальную громкость? Я не знаю, какой тумблер крутить. Пожалуйста, кто-то... А, вот, наверное, вот этот тумблер, который называется Мак. Давайте попробуем еще раз. Делаешь захват, перебрасываешь, и сразу в солнечную. А может, лучше старый добрый перцовый баллончик? Ну, какой перцовый баллончик? Тебе же пять лет. А учить пятилетних детей джиу-джитсу нормально. Нужно готовить их к выходу в полной опасности двор в одиночку. Вы правы. Нужно сделать безопасные дворы с охраной 24 на 7. С охраной? Которая знает чужицу. Уже семь лет мы тщательно разрабатываем каждое планировочное решение. Смарт-квартира от Легенда. Проектируем жизнь, а не метры. Вот, они проектируют жизнь, да? Они идут от людей. Чем они заняты? Они пришли, сделали детскую комнату. Пришли в нее такие, да? Тусят и рассуждают. Как вот, если они ребенок, то что и как быть? Хочется чувствовать безопасность. Вот. Что это можно сделать для этого и так далее? Пытаются закрыть потребность родителей в безопасности и дети, чтобы себя чувствовали хорошо. Они встают в так... Значит, англичане говорят in her shoes или in his shoes, да? В чужие тапки, в чужой обуви. А мы говорим, в чужую шкуру влезть надо. Вот, дизайн мышления содержит огромное количество инструментов для того, чтобы влезать в чужую шкуру. Всегда только с человека мы начинаем. И это закон. Ну, то есть, скажем так, если вы хотите сократить себе временное изобретательство, вы начинаете с того, что анализируете, что нужно человеку. Попа у него потеет на этом стуле. Некомфортно ему, душно, страшно. Что с ним происходит? Что можно сделать для того, чтобы понять, а точнее почувствовать потребности людей? Ну, слово эмпатия здесь всем знакомо, да? Не буду об этом долго разглагольствовать. Сразу скажу, что есть три истории, которые нужно помнить, но каждая переворачивает наше представление, данное нам в школе. Значит, нам не нужно видение, нам нужна эмпатия. Как же быть, если есть Стив Джобс, который провидец, визионер. Вот же как классно, да? Очень хочется быть на него похожим, но самое главное, ладно, бог с ним что-нибудь похожим. Он же успешный человек был, да? Он до сих пор после смерти успешен. Он же визионер. По мне нет. По мне он эмпат. Он просто гениальный эмпат, который умел хорошо продавать. Что я имею в виду? Вот эта вот история, например, с колесиком, с которой все началось, последний и главный взлет в жизни с айподом, это открыто им на основе эмпатического подхода исключительно. То есть он думал ли, чувствовал, смотрел, я не знаю, что он делал, но хук в том, что людям будет удобно и интуитивно понятно двигаться по списку, вращая большим пальцем по кругу. Вот что изобретено. Вот даже не изобретено, это понято. Вот это понято. Интуитивно, не интуитивно, я не знаю, были у него фокус-группы, как он до этого приснился ему. Суть открытия не ясна. Может быть, оно и не его. Но это эмпатическая история. Осознав это, дальше от этого отстраивается все остальное. Как работает, как устроено, какой корпус, что внутри, что поместится и что не поместится в эту историю. Значит, посмотрите Пола Беннета, очень классный чувак, рассказывает про эмпатию и про дизайн мышления в интернете. Значит, на Ютьюбе он есть, на Тедди и так далее. Значит, он рассказывает, у него большое выступление, очень интересно слушать, маленький кусочек. Он рассказывает историю о том, как они улучшали опыт пациента в больнице. Значит, если бы вот эта задача от больницы улучшите, она вот так, это и есть бриф весь. Улучшите опыт пациента в нашей больнице. Но, друзья, значит, если бы такой бриф попал, например, в какую-нибудь консалтинговую компанию, в Boston Consulting Group, они бы вернулись вот с таким Талмудов документов, там была бы куча цифр, куча исследований, стоило бы это миллион долларов. Что сделала команда Пола Беннета? Они, а как вы думаете, кстати, что они сделали? Спасибо. Да, конечно. Они, условно говоря, заболели. Взяли чувака, навесили на лоб камеру, положили рядом диктофон и отправили его в больницу. Его ввезли, повезли, положили, приняли, осмотрели, и он там провел 24 часа. Как вы думаете, что увидели они потом на камерах, когда стали анализировать его опыт? Ну что вы там считаете, что в больницах, значит, в американских убивают, мучают людей, скучно, да, а конкретно, что увидели? Да, спасибо. 20 часов из 24, вот такая картинка. И с этого момента, вот это правильно поставленная задача, вот один кадр, это правильно поставленная задача для специалиста по дизайн-мышлению. Знаете почему? Потому что ответ ясен. Вообще, как бы, убедитесь, какую бы методологию вы не использовали, если вы правильно поставили задачу, ответы начинают сыпаться из вас. А пока не сыпятся, значит, задача не поставлена. Я сейчас не преувеличиваю вообще нисколечко. Это не метафора. Ну нет, сыпаться – это метафора, а все остальное нет. Значит, если вот это проблема, как можно ее решить? Давайте. Раз. Телевизор повесить на потолок. Два. Что еще? Покрасить потолок. Три. Граффити. Четыре. Сменные панели. Пять. Окно вместо потолка. Шесть. Зеркало повесить. Семь. Прозрачные перекрытия. Да, подсматривать снизу за людьми. Гениально. Смотрите. Сколько? Восемь секунд, восемь решений. И это нормально. Так и должно быть. Потому что здесь вы убили 24 часа на изучение проблемы, на то, чтобы ее увидеть. А потом восемь секунд, чтобы ее решить. Правильно. Они предложили разные способы раскрасить потолок. Они улучшили опыт пациента в больнице? Да. Решена задача? Да. Сколько это стоит? Ну, там, не знаю, сколько стоят там сутки работы команды Пола Беннета, я не знаю. Но это не миллион долларов. И покрасить не миллион долларов. Вот так работает эмпатия вместо видения. Это кто? Греф. Почему плохой эмпатичный эксперимент здесь поставлен? Ну, вы помните, да, наверное, видели? Он пытается быть слепым в офисе Сбербанка. Да потому что вот это, кто такие? И что, эта тетка не знает, кто перед ней сидит? Да? И так далее. И что, он в очереди, правда, сидел? Да нет. В общем, это плохой пример попытки использовать дизайн мышления. Ну, это пиар, хороший пиар, наверное. А дизайн мышления дурное. Второе. Тесты вместо версий. Не надо ничего предполагать. Пробуйте. Что изобретают эти двое? Да, ну хорошо. Это iPad. Спасибо. А? Нет. Я просто, ну, нет, хорошо. Я точно не знаю, FaceTime подходит. Они изобретают чат-бота. Это человек, раз он с этой стороны, а с той стороны чат-бот. Сюда они записывают проблемы, случившиеся во время общения. Непонятый вопрос, двузначная интерпретация слова, сбой в логике работы бота, что угодно. Это просто два человека, которые общаются, потому что суперцель какая, чтобы бот был, как человек. Да? Вот они общаются, изобретают чат-бота. Ну, или нет, как? Они изобретают логику разговора для чат-бота. Сценарий. Да? Скрипт, если хотите. Окей. Никаких предположений. Просто поставили двух чуваков и общаются. Это очки для, для этих, дальтоников. Значит, я не могу отличить, нет, я могу, но я в дизайн мышления, поэтому я не могу отличить на светофоре красный и зеленый и поэтому определяю по месту. Вверху лампочка зажглась, я еду, внизу лампочка, ну, наоборот, наверху стою, внизу еду. Главное не перепутать. Значит, они, эти ребята, которые изобрели очки для дальтоников, не изобретали очки для дальтоников. Они изобретали очки для хирургов. Оказывается, очки для хирургов многослойные. Там очень много слоев, линзы. Но они хорошие специалисты по дизайн мышлению. Что они делали? Сделали слой, повесили на хирурга. Но, почему на хирурга повесили? Ну, как на деле. Ну, потому что хирург это пользователь, типичный пользователь. Но хороший специалист, суперхороший, тестирует все, что он делает, еще и на экстремальных пользователях, не только на основных. Что такое экстремальные пользователи для очков хирургических? Это кто? Во-первых, не хирург вообще. Второе, кто-то очень плохо видит, очень хорошо видит, ну, короче, огромный плюс, огромный минус, дальнозоркость, близорукость. Кто, наверное, на слепого стоит надеть очки, почему нет, экстремальный пользователь. И в частности, они надевали на дальтоников. Значит, и они такие, сделали слой, повесили на людей, получили фидбэк, сделали следующий слой, повесили на других людей и так далее, и так далее, и так далее. И в какой-то момент дальтоник вдруг говорит, секундочку, я отличаю цвета. Такого же не было, уже не в жизнь. Такие, опа, и изобрели очки для дальтоников, на которых, я думаю, заработали денег больше, чем на очках на хирургов. Не уверен, но возможно. То есть, тестирование, 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 тестирование никогда не бывает много. Ну и третье, вовлечение вместо продвижения. Как мы работаем вообще в мире, а в России это в особенности. Мы изобретаем и делаем то, что нам кажется правильным, и что нам очень хочется сделать, потом отдаем это уже готовое людям. Люди не очень почему-то спешат открывать кошельки, и мы врубаем маркетинг. И даем работу рекламистам, медийщикам и так далее. Вместо того, чтобы тратить деньги на маркетинг, потратить 10% этих денег вовремя, в нужный момент, на вовлечение людей. Самый хрестоматийный пример, британский, они 10-12 лет назад пилили, как и мы, госуслуги, и как только они сели и стартовали свою работу по программированию сайтов госуслуг, они пригласили пользователей. Они открыли людей не то, что к бета-тестированию, а просто вот. Мы начали, сели работать. И тут же включили людям возможность через чат давать советы, подсказки, комментировать интерфейсы и так далее. Сразу, с первой минуты разработки проекта. Да, пришлось повозиться, да, пришлось отсеивать комментарии, да, пришлось посадить там, не знаю, кого-то на отсеивание как бы тупизны и так далее. Но это дало свой результат. Сделали вдвое быстрее сроков и сразу то, что было сделано, уже прошло проверку людьми. То есть фазу тестирования и фазу прототипирования. То есть фаза прототипирования совпала с фазой разработки. Вот так. Дизайн мышления. Все это дизайн мышления. Это экстремально практикоориентированная методология, которая целиком погружена здесь и сейчас в наши физические потребности. Ладно, про эмпатию вы все знаете. Загадку эту вы легко разгадаете, если вы, вам нужно увеличить, ну, дети не хотят лежать в томографе, а надо лежать долго и без движения. Внутри показывать мультики нельзя, к сожалению, потому что телевизор создает электромагнитную. Ну, да, вам нужно дать ребенку некую причину лежать неподвижно. Если вы включаете его, да, совершенно верно, вы включаете его в игру. Вы даете ему роль, вы строите его консюмер джорни от входа в помещение, даете ему, нагружаете его некими игровыми обязанностями, он их выполняет. Он космонавт и должен выдержать 15 минут без движения. Вы можете ему там сказки, что-то еще играть, разговаривать, но он не двигается, потому что он в скафандре. Вот и все. Ладно, Airbnb не продавался. Ну, в смысле, все запустили, все классно, фотки размещались, а люди доходили до выбора квартиры и не бронировали. Поздновато похватились ребята из Airbnb, но лучше поздно, чем никогда. Провели фокус-группы и выяснили, людям фотографии не нравятся, неуютно им жить в этих квартирах. Что сделали ребята из Airbnb? Бесплатные взяли, заплатили фотографам, фотографии съездили, отфотографировали квартиры профессионально и тут же воронка расширилась и начались продажи. А уже потом люди научились сами нанимать себе фотографов и сами профессионально фотографировать свои квартиры по образцу классных, успешных арендодержателей. Понятно, да? Лучше бы они это сделали раньше, не потеряли бы время. Ну, последнюю загадку давайте, ладно. вот эту. Значит, здесь изображено кусочек отделения Сбербанка. Это зал банкоматов. Тут несколько есть инструментов, которые призваны повысить безопасность людей, ощущение безопасности возле банкомата. Значит, повышенное освещение, всегда открытая дверь, желтая полоса на полу, вот эти вот, значит, горизонтальные, как сказать, вот эти вот перегородки между участниками. Как вы считаете, какой из этих инструментов работает? Полоса. Полоса – это правильный ответ. Ни свет не помогал, двери не помогали, перегородки не помогали по понятным причинам, потому что я не испытываю, тут я снимаю деньги, тут он снимает деньги, чем его бояться? Он своим делом занят, я своим делом занят. Элементарная, она последняя была использована, все перебрали, наклеили желтую полосу, все, ничего даже объяснять не надо, люди интуитивно до нее стоят, и у меня есть два метра пространства, я знаю, что за моей спиной никого нет, пока я сосредоточен вот здесь. Все, чувство безопасности выросло. Сколько стоит желтая полоса? Рублей 5-7? Это все, что нужно. Окей. Ну, Яндекс.Еда вообще выросла, это исторически известно из осознания, из интервью, из осознания проблем офисных работников. Карта эмпатии. Скорее всего, вы сталкивались с этим инструментом, я ее сразу открою, чтобы вы ее могли сфотографировать, но не работает кликер. Интересно, он совсем не работает или все-таки будет работать? Карта эмпатии, очень простой инструмент дизайн мышления, не буду на нем останавливаться. Берете человека, расписываете его по этим вопросам. Важно, можно спрятаться, я вообще уйти могу. Важно двигаться сверху вниз. Пожалуйста, запомните этот момент. Вы идете от внешнего мира человека через его взаимодействие с этим миром к его внутреннему миру. И только так. Вы не можете понять, какие боли у человека и какие мечты, пока вы не осознаете, в каком мире он живет каждый день, ты что его окружает? Это верхний уровень, потом средний. Как он с этим миром взаимодействует? Окей, он попал в некий мир и как он живет? Как он меняет себя? Что он делает? Где он себя принуждает? В чем? А как он себя раскрывает в этом мире? А потом вы можете докопаться до его боли и мечтаний. Потом все очень просто. Людям, которые знают крафт, читали что-то или учили, понятно, что из боли и мечты мы можем сделать инсайт. Инсайт – это конфликт. Я хочу путешествовать, но боюсь летать. И мне плохо. И я уже был везде, куда можно доехать по железной дороге. А хочется летать. А самые интересные страны находятся там, где надо лететь. А лететь я боюсь. И на меня набрасываются бренды и говорят мне со своими изобретениями. Давай, бахни в дьюти-фри и лети. Не страшно. Психолог меня приглашает на кушетку и хочет вылечить меня от аэрофобии. Медики пытаются всучить мне таблетки, снижающие тревожность и так далее. И всех, даже Марк Цукерберг лезет ко мне и говорит, не летай никуда, сиди на диване, вот тебе VR-шлем и путешествуй виртуально. Но почему они все меня атакуют, молодцы такие? Потому что есть ясный инсайт. Инсайт берется из боли и из мечтаний, а они берутся из карты эмпатии. Карта эмпатии – инструмент дизайн мышления. Эх, работает. Отлично. Используйте эмпатию как системный инструмент. Изобретайте через осознание опыта своих, ну ежедневного жизненного опыта своей целевой аудитории. Вот такой тезис страшный должен вас немножечко взломать. Мир состоит из форм социальных отношений и их можно переизобретать. О чем здесь речь? Вот такой вот был, мне рассказали случай буквально на трапе самолета. Дима Рафальский, один из кураторов икры рассказал мне эту историю. Мы с ней поднимались по трапу, он говорит, видишь, говорит, турбина. Я ее вот сфотографировал. Роллс-Ройс. Как Роллс-Ройс стал лидером рынка авиационных турбин? Нет. Нет, не сбалансированная обратная связь. Наверное, вы правы. Нет, в смысле, я этого не знаю, это не тот ответ, который я хотел сейчас рассказать. Наверное, да, но к какому-то моменту несколько лет назад рынок был очень сложным. И сейчас, достаточно недавно, Роллс-Ройс сделал на нем новый рывок. Как устроен рынок? Производители турбин производят турбины, авиакомпании их покупают. Ну, они покупают самолеты, а авиастроительные компании их покупают у производителей турбин. Все, все очень просто. Значит, и вы там бьетесь за каждый процент, за каждую проданную турбину, вы разбиваете лоб для того, чтобы заработать лишний там, не знаю, миллион долларов на ней. Что сделал Роллс-Ройс? Он сказал, подождите, как он сделал абстрагирование, как устроена схема этого рынка, есть продавец и есть покупатель. Я продаю, они покупают, нет денег, они не покупают или что-то еще. А можно поменять эту форму взаимодействия на что-то другое? Например, а можно я буду арендодателем, а он будет арендовзятелем? Привет. А мой покупатель будет не покупателем, а арендовзятелем? Почему бы нет? Давайте попробуем. И они придумали схему, при которой турбина не продается, а сдается в аренду. Там внутри, в Роллс-Ройсе стоит датчик. Он фиксирует, работает турбина или выключена. Если турбина работает, Роллс-Ройс получает деньги, то есть они капают за каждую минуту работы турбины. А когда турбина выключена, Роллс-Ройс не получает денег. Таким образом, все заинтересованы, чтобы она работала. Авиакомпания, потому что ей нужно гонять самолеты, она зарабатывает только, когда они в воздухе. Те, кто обслуживают, заинтересованы, потому что самолет должен летать, а не стоять в доке. А Роллс-Ройс заинтересован делать свой продукт хорошо, потому что турбина должна работать, а не ломаться. Все в выигрыше. Роллс-Ройс, скорее всего, зарабатывает дольше, но платежи идут не разом, а понемножку. Выигрыши в каком, то есть в этом смысле выигрыши авиакомпании и выигрыши авиастроителя. Как можно было это изобрести? Через абстрагирование и смену модели. Мы перестали смотреть на рынок, как он есть, и подумали, а может ли там другая форма отношений возникнуть? Как их перестраивать? Очень просто. Поиграем в очень простую игру, нашу любимую, одну из наших любимых в икре. Я вам показываю картинки, и вот эти вот чувачки, вот здесь вот, это не мужчина и мужчина, это два любых человека, любого возраста, любых отношений, это может быть начальник и подчиненный, неважно, что они по горизонтали стоят, просто любые два персонажа, которые вместе взаимодействуют, а взаимодействие говорит вот эта кракозябра. Эта кракозябра не говорит про сложное взаимодействие, она говорит, что это просто взаимодействие. Теперь вам нужно максимально сейчас абстрагироваться и попробовать расшифровывать такие штуки. Вот я здесь вижу семью, то есть это он и она, и они в отношениях. Видите семью? Мне нужно, чтобы все увидели здесь семью. Повторяю, неважно, что они с бородами, это просто два человека, я же сказал. Видите семью? Мне нужно, чтобы все увидели семью. Ну, то есть нужно выйти на уровень абстракции такой, чтобы увидеть здесь семью. Дуэль увидите здесь? Можете увидеть дуэль? Драку один на один? Отлично. Беседу просто в курилке, видите, двое вышли покурить. Отлично. Хорошо. Что еще здесь видите? Давайте еще что. Это как? Хорошо, не очень явно, но да, смотрят кино. А, ну парочка пришла в кино, да. Сутенер? Это кто? Хорошо. А чтобы сутенер был сутенером, мне не хватает проститутки. Поэтому, если бы здесь было двое, а здесь один, я бы тут же увидел здесь вот эту схему аренды. Да? Она бы появилась. Пока я их двое, мне сложно, я могу, но мне сложно здесь увидеть этот момент человеческих взаимодействий. Путин и Трамп на переговорах сидят, правда? Отлично. Вот трое, что видите тут? Какую форму социальных отношений? Не говорите мне, кто они, а говорите мне, что за ситуация, что за форма отношений тут? Любовный треугольник? Вижу. Продажа квартиры с посредником, ну с риэлтором? Вижу. А, нет, давайте для простоты, что это три разных человека. А, двойный и таксист. Классно? Вообще, секс в такси, я здесь вижу прям сразу. Так. Семья с ребенком? Спасибо, классно. Да, вижу. Развод и адвокат. Или семейную психотерапию, видим здесь. Супер. Это что? После секса в такси, да. Вместо, лучше бы секс в такси. Школа, воркшоп, очередь к кому-то, дефицитному. Концерт Фредди Меркель. Гениально. Гениально. Я его не видел здесь, но я теперь его никогда не забуду. Ну, кстати, концерт Фредди Меркель я здесь вижу, если честно, если быть строго, да, выполнять упражнения, с трудом, потому что у него есть группа. А вот сольный концерт, сольник, выступление, или театр одного актера, я здесь вижу точно. О, любой политический лидер, выступая перед толпой. Да, спасибо. Это что? Это я, если. Что? Что это? Это мы. Это сейчас важный момент. Супер. Идем дальше. То есть, смотрите, схема та же, но есть конкретика. Отлично. Вот это. Что вы здесь видите? О, две стороны переговора, и у них есть посредник. Переводчик есть. Супер. Суд. Сторона защиты, сторона обвинения, и судья. Еще? Как? Банк. Люди принесли деньги, люди забрали деньги, а в середине банк. Судья и две футбольные команды. Футбольный матч мы здесь видим. Так, запарковали. Давайте, футбольный матч. А вот если мы, я сейчас с помощью своей фотографии опускаю вас в конкретику. Ага, были вы, и студенты, и я. Хорошо. Студенты, я и мои должники. А почему мы все на одном экране-то? Ну, через меня мы объединены, я понимаю, но единой формы отношений нету. Ага, отлично, заказчики и команда, а я как представитель команды. Супер, подходит. Значит, а теперь... Ну, нет, смотрите, я должен быть посередине. Нет, тогда эти ребята были бы тут. У вас было бы с ними прямое взаимодействие, а его на этой схеме нету. Значит, смотрите, теперь в чем хук. Берем любую, все, что мы знаем. Школа, посиделка с друзьями в кафе, барная стойка, поликлиника, теракт, война, берем что угодно, абстрагируем до схемы, выделяем там, как это все устроено. Ну, просто схемы рисуем. Что происходит? Стрелочки, элементы, участники, представляем себе это как систему. Да? Но нам это нужно переизобрести. Нам нужно переизобрести воркшоп. Обычный воркшоп выглядит вот так. Я нарисовал его схему. Вот схема воркшопа. Да? А знаем мы, как устроен футбольный матч? Знаем. Футбольный матч устроен вот так. Да? И теперь мы можем в схеме воркшоп попробовать привить что-то от схемы в футбольный матч. Классический воркшоп. Вы приходите, сидите в зале, я стою или сижу и рассказываю. Да? Давайте сделаем из нашего воркшопа футбольный матч. Как бы он выглядел? Нам легко придумывать, потому что я показал, напомнил вам, как устроена схема. Значит, я должен был бы вас разделить на две команды. В футболе две команды играют. Значит, две команды. Да? Я бы вас чуть-чуть рассадил. И вы бы что-то делали. И я бы как судья бегал бы и судил бы. Да? Красные карточки зеленые раздавал. Счет бы вел. Да? Это было бы. И это был бы воркшоп, футбольный матч. Уверен, было бы интересней. Мы привили к воркшопу новую форму, другую. Просто прививочку сделали. И все заиграло. И уже это другой воркшоп. И никто не скажет, что вы провели обычный воркшоп. Вы переизобрели воркшоп только что. Применив другую форму отношений. Вместо устоявшейся применили новую. Суть оставив той же. А теперь вообще страшную вам предложу. Вызов. Можем ли мы сделать воркшоп поликлиника? Нет. Сто процентов можем. Молодцы, что вы не издаетесь. Значит, воркшоп поликлиника. Значит, как мы делаем это по шагам? Мы вспоминаем, как устроена поликлиника. Что есть в поликлинике? Вхожу. Очередь. Регистратура. Меня записали. Я пошел к педиатру. Он направил меня к узкому специалисту. Да, заранее записался. Снова очередь. Новая. Отлично. И мне, значит, выписывают рецепт. И я один на один общаюсь с врачом. И потом ухожу и иду в аптеку. Да. Через гардероб. Так. Издаю ее. Да. Возможно. Значит, давайте сейчас без анализов попробуем обойтись. А во всем остальном, да. Значит, как был бы устроен воркшоп поликлиника? Вот смотрите. Наше с вами взаимодействие перестраиваем в поликлинику, сохраняя общую цель воркшопа. У меня есть знания, и я хочу их вам отдать, а вы хотите заплатить деньги и получить знания. Мы все готовы потратить время. Спасибо. То есть, вы заранее записались в некую очередь, приходите, у вас есть время, да. Я сижу не вот здесь, а я сижу вот там в переговорке, в стеклянный, вы тут толпитесь, тусите и ждете, да. Вы по одному заходите и говорите, Ваня, я хочу понять, мне кажется, что все изобретено, как мне увидеть новые прорывные идеи там, где уже много всего сделано? Вот моя проблема. Я такой, это вам к Саше Алхименкову и отправляю вас к нему. Вы идете куда-то здесь рядом, там сидит Саша Алхименков, да, такой, у него, значит, вы ему говорите, меня направили к вам, я не умею изобретать на месте, на которое уже потоптались другие креаторы. Он такой, а, вам надо думать вот так и прочитайте вот эти две книги. Вы писаете, вы идете с этой бумажкой в магазин и покупаете книжку и читаете. И вопрос решен. И это был воркшоп? Это был воркшоп. Просто это был воркшоп поликлиника. И, возможно, это интереснее. А может быть, это хуже обычного воркшопа, не знаю. Но мы только что за минуту переизобрели воркшоп. Мы можем сделать воркшоп-бойню, воркшоп-теракт, воркшоп-аукцион, воркшоп-школу, воркшоп-детский сад, воркшоп-барную стойку. Любой воркшоп мы можем сделать. Мы просто берем, вспоминаем, как внутренне устроена другая знакомая нам форма отношений и прививаем ее элементы к нашей обычной форме. И рождается что-то новое. И все. Никакого рокет-сайнса. Ничего. Это маленький кусочек триза, который вы можете просто брать и применять. Все, вы его уже знаете. От чего? Да. Да, рекомбинация. Совершенно верно. Только это вряд ли называется плагиатом. Но это рекомбинаторика. Да, я беру элементы, выкидываю одни, добавляю другие, получаю другую историю. Это работает. Ну, то есть, все картины сделаны из мазков. Вопрос только в том, что они в каком порядке они стоят. Как именно они сделаны. Так, окей. Понятно, что вместо меня могла быть бутылочка, баночка Pepsi. Хотите, фотографируйте. Но на самом деле смысла нет. Поэтому никто не поднимает телефон. Значит, все, что вы знаете, все, что знают ваши потребители, это удобные для использования формы социальных отношений. Чего? Да, пожалуйста, давайте. Значит, смотрите. eBay был первым большим интернет-коммерческим проектом. Он занял сразу практически весь рынок. Он его создал. Но другие торговцы тоже хотят выходить в онлайн. Другие люди хотят переизобрести электронный магазин. И что они делают? Я не знаю, я со свечкой не стоял, но смысл того, что сделано, ровно такой же. Вот eBay. А Asos – это eBay, которому привит бутик. Мы вспоминаем, что такое бутик. Там есть корнеры, дизайнеры с вами возятся, дают советы. Пожалуйста, приходите. Бренды разложены по корнерам. Можно получить совет. Есть образцы и так далее. Есть там модели и прочее, и у нас появляется проект Asos. Авито – это барахолка. Это eBay плюс барахолка. Супер дешево, супер быстро, супер просто. Своп-шоп – обменник. Форма отношений – обменник привыли к электронной коммерции. Оказывается, можно не за деньги покупать, а вещи покупать за вещи. И у нас появляется новый коммерческий проект. Рендмания. Сложно понять. Ну, как бы, или арендное бюро, или коммуналка. Иду такой, одеваюсь. Ой, классная шляпа висит. Возьму-ка без спроса. Походил, вечером вернул. Пожалуйста, вот проект на эту тему. Это электронная коммерция. Однако, это электронная коммерция плюс коммуналка. Взял на время, заплатил немножко денег, вернул, все в порядке. Джуно переизобрел рынок каршеринга. Нью-Йоркский проект. Стандартная схема, вернее, не схема, форма социальных отношений внутри каршеринга выглядит следующим образом. Водители вступают в компанию и делятся с ней частью прибыли. Все, они наемные работники. Джуно спросил себя, окей, а кем могут быть еще наемные работники в каршеринге? Может быть, они акционеры? И сделал предложение людям, которые взорвало в свое время рынок. Лет семь назад. Нет, семь в руках, лет пять назад было. Значит, три года, по-моему, два или три года ты ездишь только с Джуно, подключен только к системе Джуно, и становишься совладельцем, получаешь акции. И этот бизнес становится твоим, ты становишься акционером. Они очень сильно поднялись, их потом этот самый Uber купил за хорошие деньги. Это хороший выход для бизнеса. Ну, док плюс переизобрел поликлинику, Airbnb уже перестает быть просто площадкой для аренды, а играет совершенно другую роль. Это роль местный парень, к которому ты приехал в гости, и поэтому у них открываются абсолютно новые рынки. Теперь они могут продавать билеты, карты, путеводители, встречи в аэропорту, трансферы и все остальное. В рамках старой формы социальных отношений под названием риэлтор, это все они не могли делать. Они сказали, а почему риэлтор? Мы приятель, мы местный парень. Все, местный парень может съездить за вами в аэропорт на тачке и встретить вас за деньги. Мегу переизобрели. Мы в икре переизобрели мегу, но это вернее нет. При помощи фасилитации икры мега российская переизобрела сама себя. Она поняла, что тренд идет вниз. Люди уже не воспринимают торговые центры как классное место для проведения уикенда всей семьей. Эти времена, жирные путинские нефтяные годы закончились. Сейчас все не так. Надо оставаться на плаву. Они переизобрели и превратили это в дом лучшего друга. Другая ролевая модель. И рано или поздно в Икеа все поменяется. Икеа станет более домашней, гостеприимной, милой, приятной и будет встречать вас тапочками и милыми улыбками. Концентрат. Проект куворкинга. Просто куворкинг. Это аренда пространства. И все, не более того. Вот вам форма отношений. Что можно к ней привить? К ней можно привить школу, предложили мы. Оказывается, можно притащить сюда в куворкинг своих людей, которые заняты каким-то сейчас изобретательским или творческим процессом. И не просто изобретать его в куворкинге, вырвавшись из душных офисных стен, а еще и учиться. То есть тебе сюда могут пригласить лектора и фасилитатора и работа твоей команды будет более эффективной. Так возник проект концентрат. Это что? Это черный экран смерти. Пройдем мимо. Это ролик. Банк переизобрел себя. Шведский или нидерландский банк превратил свои отделения в места для встреч. Прямо кофе, диваны, переговорки. И люди стали приходить в банк не для того, чтобы снять деньги. Работает. Итак, метод номер пять. Думайте о бизнесе как о форме отношений с потребителем, используйте интересные новые формы, переизобретайте и получайте от этого удовольствие. Это совет номер пять. Следующая история. Живы еще или нет? Ладно. Кто не жив, идите, отдыхайте или попейте водички, подышите, приходите обратно. Какие истории изобретений вы помните? Мы сегодня вспоминали сон. Менделееву якобы во сне приснилось. Таблица, но на самом деле, конечно, это результат долгой-долгой фокусировки на проблеме. Эдисон вспоминали сегодня результат огромного количества перебора разных вариантов. Несколько тысяч вариантов. Пенициллин как изобрели? Случайно. Что еще? Архимед лег в ванну и говорит, елки, вот же, да, объем тела равен объему вытесненной воды. Результат долгой-долгой фокусировки наконец пробило. Ньютону вот это на бошку упало. Тесла как изобретал? Кто знает? Потому что я не знаю. Да, а как? Момент изобретения как был устроен? Эксперименты. Много экспериментов. Хорошо. Окей. Если вы, не знаю, вот если вы взглянете на историю изобретательства, вы увидите, что по большому счету два больших варианта есть. Первый. Огромное количество проб и ошибок. И второй. Огромная длительная фокусировка на проблеме, которая или заканчивается потом, ну, случайно, не случайно, или так и ничего не происходит. У послевоенного Советского Союза не было возможности такой роскоши, чтобы долго изобретать. Партия правительства поставила задачу. Изобретать нужно на конвейере буквально. Нужно сокращать быстрое техническое отставание от США и Западной Европы. Эту задачу решил вот этот человек. Это кто знает, кто это? Да, Генрих Альшулер. Да, он был, естественно, не один, но история сохранила в основном его, но еще Шапира, который популяризировал ТРИС. Значит, к чем нам сейчас... То есть ТРИС это огромный, теория решения изобретательских задач, это огромный инструментарий, который мозг может вам свернуть. Его инженеры по всему миру сегодня используют и любят. Чем он может нам помочь с вами? Вот что можно в ТРИСе взять такого, чтобы прям взять и изобретать? Есть несколько историй, которые можно использовать. Первое, это системное мышление. Все, вы представляете себе, все как системы. Я, кстати, очень похожа на социальные формы взаимоотношений в крафте. Вы представляете мир как систему, и эти системы вложены друг в другу как матрешки. Человек-система, сердце, это подсистема, меня как человека, но оно тоже состоит из элементов, там есть клапаны, желудочки, чего-то там нет. Дальше все это состоит из ткани, ткань состоит из молекул, молекулы из атомов, те из частиц элементарных, те из струн, и так до бесконечности или не бесконечности, я не знаю. Я как человек включен в систему воркшоп, мы включены в систему G8, G8 в систему дополнительного образования, дополнительное образование в систему образования, и так до всей Вселенной. Системы, вложенные в системы. Что это вам дает? Когда вы сталкиваетесь с проблемой, и вам нужно что-то изобрести, мы всегда смотрим ровно на проблему, как будто бы мы лошади. У нас как будто бы, вот сейчас уберу микрофон, вот так вот, забрало шоры по сторонам. Системное мышление убирает эти шоры и говорит, слушайте, мы гораздо богаче, чем мы думаем. Мы можем брать ресурсы для решения наших проблем в надсистемах, то есть уровнем выше наглую, жадную руку туда закинуть и там ресурсы в себе качнуть и решить проблему. А может быть, мы можем принести проблему на подсистемы и качнуть ресурсы там, где-то изнутри, найти какой-то способ решения проблемы. И там очень много всего. Вот такой подход, такое видение открывает для вас новые изобретательские возможности огромные. системы не просто топчутся на месте, системы развиваются, развиваются по определенным законам. И это тоже показывает вам, куда развивается система и где вы можете найти вдохновение для своего изобретательства. Как она развивается? Самый древний, сейчас на примере линейки, самый древний измеритель на свете это рука. Трис, кстати, вообще говорит, что человек все сначала делает сам. Если вы видите, кстати, что человек что-то делает сам, значит, в этом месте есть что изобретать, потому что человек постепенно все отдает куда-нибудь. Палец, ладонь, предплечье, аршин, локоть, шаг. Это древнейшие измерительные инструменты. Потом происходит перенос куда-нибудь палочку. Потом возникает проблема, что в моей пещере палочка одного длинной, там другой, мы не можем никак сопоставить, возникают метрические системы. Палочки становятся каменными, потому что палочка за зиму сгнила деревянная, а мы ей все измеряли раньше в нашей пещере, нужна каменная, мы вытачиваем каменная и так далее. Потом система развивается, становится более эффективной, становится более гибкой, становится еще более гибкой, становится еще более обычно гибкой, 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 гибкой. Вот. А потом однажды, Это не все законы, их много, но вот они тут некоторые представлены. А потом происходит переход с физического уровня на сначала уровень подсистем, а потом на вообще отказ полный от физических элементов. И возникает измеритель электромагнитный, то есть некая какая-то штука, которая вообще измеряет без использования материала. До смартфонов Альшулер не дожил, но он был бы счастлив увидеть такое подтверждение своего правительского понимания, как линейка в айфоне, ну или вообще в смартфоне. Линейка в смартфоне. Мы можем сейчас смартфоном, то есть без использования линейки, измерить расстояние и длину. Мы можем сделать линейку нематериальной. И это очень просто, это уже сделано с помощью камеры. Мы переложили эту функцию на другой элемент. И это работает. То есть линейка исчезает потихонечку. Вот это исчезновение постепенное и переход на микроуровень, увеличение гибкости. Большое спасибо. Еще, 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 вот до конца. Сейчас будет еще, еще и вот теперь да, вот так. Некий резатель был таким. Сначала были когти, вот здесь вот у нас когти и зубы. Потом камень, потом специализация растет внутри камня, потом появляется рычаг, потом рычаг и действия максимально расходятся, потом задвоение, было одно лезвие, стало два, потом увеличение функции и увеличение гибкости системы, шарниры, увеличение функции снова, и потом переход на микроуровень. И сейчас мы можем резать лазером. Но все-таки лазер состоит из фотонов, это физические элементы. Значит, еще можно совершить один шаг, электромагнитный. То есть в какой-то момент ожидаем мы с вами появления электромагнитного резателя. Я буду делать так, разрежься, и оно будет разрезаться каким-то полем. Как, не знаю, но наверняка будет. Смотрите. Я все-таки хотел бы, чтобы у меня заработал кликер. Может быть, вы можете новый кликер найти мне, нет? А вот, уважаемые организаторы, не найдется ли еще одного кликера у нас? Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Смотрите. Вот этот, видите путь? Нет, а зачем? Мы сейчас шли зачем-то назад. Ладно, повторение мать учения. Видите, что происходит? Просто нож, ты-ты-тыр-тыр. А вот здесь в чем проблема? Возникает момент, когда возникает противоречие. Очень много всего, ну вроде все логично, больше функций, лучше, чем меньше. Но в какой-то момент моя рука перестает выдерживать, она не может с этим работать. И возникает противоречие. Много функций должно быть, чтобы я все мог делать, и много функций не должно быть, потому что в руку не помещается. И в этот момент Тризовец ликует. Он говорит, а, противоречие, классно. Система развивалась, развивалась, уперлась в противоречие, нужно изобретательство. И начинает это противоречие решать с помощью системы решения противоречий. Почитайте, погуглите противоречие Триз и способы разрешения противоречий. Вы увидите, что никаких инженерных заумных вещей там нет. Почитайте Триз для чайников, Триз для детей, там это все очень здорово рассказано. Спасибо. Значит, Триз говорит, что вот это развитие системы от камня к электромагнитному резателю, это повышение идеальности так называемой. Идеальность для Триза, это когда главная функция, называется ключевая функция какого-то предмета, выполняется на максимуме, а затраты на нуле. Такого не бывает, но это показывает нам направление развития. У вас есть телевизор, или я вас спросил, стул. Вы говорите, а куда его еще изобретать? Ну вот же, сидит, не ломается, удобный, все хорошо. Нет, не хорошо. Триз говорит о следующем. Идеальный стул, это когда не было использовано материалов, мы его не делали, он не занимает места, он не мешает ходить по комнате, и при этом присутствует везде, где нужно. Я делаю так, чпок, и сижу удобно и прекрасно. Например, это решение ИКР. ИКР это вопрос, это вызов, это челлендж, а электромагнитный стул это ответ. А может быть и какой-то другой есть ответ. Так вот, пока мы не изобрели стул, который поддерживает нас в любом месте Вселенной, и в шезлонге, пока это не так, стул недоизобретен. И есть куда развиваться. И встает вопрос, куда развивать-то? Развивать ключевую функцию. Сидеть. Идеальный стул не должен быть идеально мягким. Он должен давать мне возможность сидеть везде, где я хочу, в любой момент, в любой ситуации, любому человеку и так далее. И это будет идеальный стул. И вы всегда знаете, что менять. Вы должны сокращать издержки. То есть стул более тонкий, более идеален. Стул более прозрачный, более идеален. Стул, который более транспортабелен, более идеален. И ключевую функцию наращивать. То есть издержки сокращать, а ключевую функцию наращивать постоянно мягче, удобней, универсальней для каждой попы и так далее. И эти вещи вы можете, не должны увеличивать. Таким образом вы ключевую функцию наращиваете, а издержки уменьшаете. Давайте продумаем грузовик. Идеальный грузовик. Можете к нему выставить идеальный конечный результат, требования? Назовите мне. Да, когда все сразу оказалось на месте, а издержки были? Ни водителей, ни бензина, ни машины, ничего. Хорошо. Молодцы. А вот это вот. А идеальный телевизор это что? Окно. Ну вот, мне не смешно, потому что вы только что, ИКР, мы проговорили, что это требование, а не решение. А вы мне говорите окно. И я расстраиваюсь. И где-то котенок плачет сейчас. Значит, телевизор, ключевая функция телевизора какая? Показывать изображение в идеальном качестве, неотличимое от реальности, плюс звук. Да, везде. Отлично. Скажите, пожалуйста, какие затраты на телевизор обычно есть? Электричество, пульт, рамка, он тяжелый, нужна антенна, пространство для него, доставка и так далее. Вот этого всего ничего не должно быть, а изображение, транслируемое мне, должно быть неотличимое от реальности в любом месте, в любое время. А вот дальше, когда вы поставили себе задачу, как во всех остальных методологиях, ИКР это постановка задачи правильная. А теперь вы говорите, окей, что это? Может быть, это очки, которые изнутри на линзу показывают изображение. А может быть, это очки, у которых проектор не на линзу, а напрямую мне на сетчатку отправляет изображение. Это более идеальный телевизор, чем вот такой, правильно? Потому что он меньше, легче всегда со мной. Качество высокое изображение, прекрасно. А может быть, мы можем еще что-то свернуть, а можно это сделать так, чтобы очков не было? Сначала сразу в линзы, сразу в глаза, а потом в следующей степени идеальности сразу в мозг. То есть чип с антенной в мозг. А можно сделать так, чтобы и чипа не было? Прививка. То есть мы меняем кусок мозга так, чтобы он смог принимать радиосигнал. И тут же я в голове видел идеальную картинку. Так вот, идеальная картинка в моем мозгу – это идеальный телевизор. И пока мы ее не изобрели, нам есть куда изобретать телевизор. Но так как ИКР недостижим или очень далек от нас, то есть когда-то это случится, изобретать и зарабатывать деньги нужно сегодня, то что мы должны делать? Мы должны к изобретению идти маленькими шажками, сокращать издержки. И мы теперь точно знаем с вами, если мы инвесторы и хотим вложить деньги, мы будем вкладывать деньги в более тонкие экраны, в более гибкие экраны, в более большие экраны, в более транспортабельные экраны, в звук, который все больше похож на настоящий, в звуковые системы, которые вне зависимости от стен дают правильное, настоящее, естественное звучание. А в раскладывающиеся телевизоры, в телевизоры суперлегкие, Телевизоры, которые вмещаются в карман, а развернувшись, могут покрыть целый зал. Вот в эти системы мы можем вкладывать деньги. Они точно будут, потому что они идеальны. Они лежат на линии от древнего телевизора к идеальному телевизору. Понимаете? Вы со мной сейчас? Понимаете, о чем я говорю? Супер. Давайте себя проверим. А, вот сначала мы вот на что себя проверим. Простите, забыл про этот слайд. Кажется, что идеальность падает. Согласны? Почему? Ну, коту неудобно, спасибо. А почему я говорю, что идеальность падает? Что значит объект неверный? Вы правы, давайте я только переформулирую это в Тризовском ключе, правильно. Ключевая функция телевизора показывать, и она должна быть максимизирована. И она максимизируется по мере развития телевизора. А для него ключевая функция телевизора – это тепло лежать. И она падает. Телевизор не лежанка. Да, телевизор не грелка. Поэтому как грелка телевизор ухудшается. И это не страшно. Так и должно быть. Давайте себя проверим. Страшная картинка. Вот такие вот картинки в учебниках Триз, к сожалению. Но нужно это перетерпеть. Смотрите, главная функция относительно обвеса постоянно растет. Главная функция относительно обвеса постоянно растет. Понимаете, да? Функция ключевая увеличивается, обвесы относительно нее постоянно сокращаются. Вплоть до исчезновения. И так это все развивается. Да, хорошо, спасибо. Так работает идеальный конечный результат. И он является инструментом изобретения. Он ровно противоположен дизайн-мышлению. В дизайн-мышлении вы вкапываетесь. Че, попа потеет, да? Сползаешь, да? Сидишь, долго не можешь высидеть, сползаешь со стула. Ну давай посмотрим. Так, так, так. Вот 10 человек, мы поснимали, как они сидят на стульях. А что, если наклонить на пару градусов? Все, работает, не потеет и не сползаешь. Вопрос решен. Дизайн-мышление держит наш фокус внимания. Вот здесь и сейчас, на маленькой проблеме, которую можно быстро исправить. Трис говорит ровно об обратном. Наметьте себе максимальную, недостижимую цель, выстроите туда пошаговый путь и начинайте только после этого по нему двигаться. Окей? Понятная разница, да? Но, как в дизайн-мышлении, формулировка проблемы пользователя является, представляет собой 60% работы и 60% результата, потому что потом идеи начинают сами появляться. Так и ИКР является постановкой задачи. Поняв ИКР, вам понятно, чего менять, куда улучшать, какие функции нужно наращивать или уменьшать. Ну, есть несколько доказательств, быстренько их проскочим. Понятно, да, что происходит из прошлого в будущее? С клавиатурой понятно, что происходит? Исчезает, вплоть до полного исчезновения. Ну и этот уже исчез. Чеширский кот, улыбка есть, а кота нет. Так, пройдем с вами. Мы с вами про это все проговорили. Вот остановлюсь вот здесь. Определяете идеальный конечный результат своего бизнеса для потребителя. Не для вас, для потребителя. Поняли, что такое ключевой результат, идеальный конечный результат, изобретаете в его направлении. Бывает, что ИКР, вот этот идеальный конечный результат, можно достигнуть одним прыжком. И я расскажу вам несколько баек о том, как это можно сделать. И вы задавайте себе вопрос, а можно ли достичь его в один ход. Иногда это случается. И этих случаев, этих приемов три. Они все называются свертывания. Первое. Нафига вам расческа... Ой, подождите. Расческа куда-то исчезла. Ладно. Если перед вами стоит задача изобретить расческу, и вам это сложно, просто побрейте чувака на лысо и скажите, слушайте, все, расческа не нужна. Тризовец человек ленивый. Он все время думает, а можно не делать? Можно как-то скипануть, уничтожить объект воздействия, уничтожить функцию, которую нужно произвести. Можно ли сделать так, чтобы просто не изобретать? Иногда можно. И это в каком-то смысле идеальный конечный результат. Второй подход. Перенести действие с вас на сам объект. Машина. Проблема. Водители невнимательны. Аварии. Ну пусть машина сама себя ведет. Можно это сделать? Оказывается, да. Мы сейчас имеем на лицо быстрое движение к ЭКРу в этом плане. Когда машина сама собой управляет. Третий подход. Другие элементы. Вот об этом я уже говорил. Элементы надсистемы, элементы подсистемы могут выполнять работу за вас. Поищите в надсистемах и в подсистемах. Глядишь, что-то найдется. Вот. Несколько баек. Моя любимая первая. Ее рассказывают про Томерлана и про Александра Македонского. Я люблю про Александра, потому что он мне более приятен. История такая. Вы, Александр Македонский, это я сейчас с элементами дизайн-мышления. Значит, вы, Александр Македонский, вы 10 лет в пути, в война, вы завоевали всю Айкумену, ваши солдаты, ваша армия поредила на две трети, 10 лет не были дома, абсолютно демотивированы, никуда дальше идти не хотят, а вы пришли в Индию. А вы хотите. Вы в Индии, против вас огромная, в 10-ти кратно превосходящая вас армия индусов со слонами и всеми пирогами. Все очень серьезно. Вы на поле сражения. Значит, вам, у вас как ИКР формулируется в этой ситуации? Да, битвы нет, а победы есть. Хороший вариант. Или победа есть, а люди не погибли мои. То есть затрат нет, а победа есть. И давайте попробуем достичь ИКР. Метод А это полностью отменить действие. То есть не воевать. Можно не воевать? Ну, наверное, да. Вы начинаете с этого. Договориться, мирное соглашение подписать, еще что-то придумать. Не получилось. Вы переходите к варианту 2. Это пусть объект сам все сделает за вас. Это как? Да, значит, сначала формулировку дайте. Значит, формулировка звучит так. Пусть индусы сами себя победят. Например, посеять между ними рознь, там же племена тоже, да, царьки. Пусть друг друга фигачат. Хорошо. И третий вариант, вполне рабочий, но не удалось. Они были достойные. Да, но не вышло. Фактически история говорит о том, что не вышло, потому что они, ребята, достаточно сплоченные были. Значит, и третий подход возможный, это в надсистемы и в подсистемы копнуть и там найти какие-то ресурсы, недостающие для победы. Все решения правильные и даже прозвучало правильное, фактически, историческое решение. Спасибо. Первая аудитория, которая дает вообще точный, правильный ответ. Спасибо, это очень мне приятно. Значит, сначала два слова о том, как обычно бывает. Значит, ледовое побоище пример того, как в надсистеме качнули ресурс. Александр Невский увидел, я даже встал, увидел поле сражения целиком, как свой ресурс. Понимаете, что произошло? Лед, как ресурс, вернее, его слабость, как свой ресурс. Огонь. Это тризовское решение на самом деле. Он тризовцем не был. А император Константин, помните знамение Сим Победиши, вот эта вся история с появлением, с принятием христианства Римской империи. Значит, знамения раньше использовались. Это тоже попытка качнуть ресурсы в надсистеме. Приметы. Ветер, который дует на врага, мои стрелы летят, его стрелы не летят. Это выход в надсистему и решение проблемы в надсистеме. Случай с Александром Македонским. Правильный ответ – слоны. Индусы сами себя победили. Это в частности, одна часть индусов победила другую. Найди самую сильную часть индийской армии и сделай ее своей. Что сделал Александр? Снял конницу, запряг лошадей в повозке, повозки нагрузил сеном, поджег, погнал на слонов. Слоны испугались, потоптали индусов. И эта победа была достигнута. И она была достигнута. Дальше все закончилось там средненько. Он, в общем, в итоге им всем обратно раздал их же владение и свалил. Но задача была выполнена. И это чисто тризовский прием. Я к чему? Вы богаче, чем вы думаете. Помните об этом, когда изобретаете и что-то придумываете. Пример. Вы владельцы бренда Puma. У вас был бюджет. Ключевое слово – был. Вы весь его потратили на пиле. Вы купили пиле. Он ваш. Может делать, что скажете. Ну, кроме там членовредительства и противозаконных действий. Но у вас нет денег на медийку. У вас нет денег на медиа. Как звучит ИКР в вашей ситуации? Вам же нужно рассказать о том, что вы спонсор пиле. Это уже достигнуто. Как звучит ваш медийный ИКР? Все люди увидели кроссовки или там все телеканалы показали кроссовки на ногах у пиле, а вам это нуль. Ровно нуль. Правильно. Молодцы. Дальше, когда вы поставили ИКР, ответы становятся более понятными. Значит, вы должны что-то такое пиле должны сделать, чтобы все телеканалы показали его ноги. Спасибо. Спасибо. Да, все правильно и есть правильный ответ. Вы его знали прекрасно. Он впервые в истории вышел на центр поля в начале матча и сел завязывать шнурки. И в то время, как все там разминались, он завязывал шнурки. И это очень странное поведение. И все телекомпании сказали, что это? Шнурки что-то завязывают? Ну-ка укрупнись. И все укрупнились. Ну все не все. Значит, а дальше вы просто вы включаете пиарный хвост и история начинает работать на вас. Может быть. А это исторически... Ну я окей, я же свечку не держал, но исторический пример гласит именно это. Денег на медику не было или было недостаточно. Вот и все. Смотрите, хорошо. Не знаю. А я не знаю. Тогда контракты были не сегодняшними. Не знаю. Слушайте, когда Пеле играл... Понятно. Я... Ваш комментарий сейчас в чем заключается? Смотрите. Этот пример показывает вам, что вы никогда не находитесь в безвыходной ситуации. Вы всегда можете найти ресурс где-нибудь еще. Просто это где-нибудь еще называется надсистема и подсистема. Вот и все. Ладно, здесь были такие истории еще в рекламе. Надевали очки на горняков, которых засыпало землей. Они героически, когда были освобождены, они все вышли в темных очках неизвестного бренда. Но всем стало интересно, почему они в одних и тех же очках. И бренд стал известным в один день. Много примеров, когда вы находите в обычной жизни возможности... Еще два раза нажмите, пожалуйста. Вы находите вокруг себя в надсистемах и в подсистемах решение своей проблемы. Система обед, тарелка, это подсистема системы обед, и она сама впитывает жир, и еда становится менее калорийной. Сундук выкатывает себя сам во время пожара, потому что стоит на возвышении, и он круглый, а там у вас ценные вещи. Вы хватаете детей, с сундука вывиваете подпорку, он выкатывается. Русское народное изобретение, между прочим. Русская армия, подсистема армии под названием солдаты становится мостом, если нет времени и возможности строить мост. Живыми людьми заполнили ров и перебрались. Эта часть системы меня стоит за меня в очереди. Я не хочу стоять в очереди, стоят мои тапочки, это вид там. Ну и так далее. То есть всегда воспринимаете все как систему, и сразу вы видите, что там есть внутри куча всего. И надсистему, там тоже есть куча всего. Окей. Я пропущу вот эти вот слайды для того, чтобы вас уже отпускать. Мозг ваш, я надеюсь, заполнен до отказа. Вот вывод. Пробуйте решить задачу за счет других, пробуйте решить задачу за счет самого потребителя, потому что он является вашим ресурсом, и попробуйте вообще отменить задачу, вообще ее не выполнять. Как ни странно, можно и на этом заработать деньги. Ну давайте так. Последние два слайда и прощаюсь с вами. Загадка про кофе. Не только пространство и система, и надсистема являются вашим ресурсом изобретательства. Помимо этого, вашим ресурсом еще является время. Известна история, что не заходил кофе в Китае. Вот не заходил, не нравился вкус кофе. У вас есть время, но у вас нету столько денег, чтобы переучить целую страну на потребление кофе, если она этого не хочет. Как только вы видите свою работу длительной во времени и воспринимаете время как свой ресурс, открываются новые возможности. Известная история про предпринимателя, который начал продавать в Китае конфеты и леденцы со вкусом кофе и приучил в кузу кофе детей. Они выросли и стали потребителями кофе. Это решение через время. Почитайте, даю вам тег экранирование. Экранирование делает время вашим ресурсом. Ну и еще один пример о том же самом, прощаясь с вами на этой зеленой такой ноте, голубо-зеленой. Кокосы. У вас есть время, вам нужно сделать так, чтобы сбор кокосов с помощью людей был простым. Пальма бывает маленькой и пока она растет, вы делаете на ней зарубки в виде лестницы. И сама пальма становится лестницей, по которой сборщик кокосов забирается наверх и делает свою работу. Но тоже это решение возможно только в том случае, если вы воспринимаете время как свой ресурс. Стремительно проскочили мы эти истории с верблюдами, к сожалению, и немножечко проскочили с вами латералку. Что? Хочу для вас открыть вот это. Слайд последний. О чем он? Мы все время с вами находимся в угаре как изобретатели, и как бизнесмены, и как креаторы, и как кто угодно. Почему в угаре? Потому что у нас появляется идея, в нее никто не верит. Мы страшное сопротивление преодолеваем все время. Рассказываем свою идею, в нее никто не верит, не верит, не верит, не верит. И если нам очень повезло, наконец-то мы кого-то убедили, доказали эффективность нашей идеи, она начала работать, мы ее зафантюнили уже на живых людях, она начала работать правильно. Если нам очень повезло, нашу идею клонируют, мы зарабатываем на ней деньги, мы производим ее снова и снова в массовом порядке, мы повышаем эффективность нашего производства, мы повышаем надежность, мы начинаем в какой-то момент, когда рынок заполнился, мы начинаем снижать затраты, потому что у нас куча конкурентов, у всех один и тот же продукт, наш продукт перестал быть уникальным, у нас всегда с вами много работы, и мы всегда пропускаем момент, когда кто-то, как мы когда-то, в гараже или в подвале, или где-то за столом кухонным, с окурками, начал пилить конкурирующий продукт или конкурирующую систему, которая нас убьет. Мы всегда этот момент пропускаем. Цукерберг не пропустил, взял вовремя Инстаграм, купил, молодец, и WhatsApp. Это конкурирующая система, которая чуть более идеальна, чем Facebook, и она могла бы его убить, но она стала частью большой экосистемы Цукерберга. Молодец, но не все столь прозорливы. Поэтому, даже находясь в изобретательском угаре, и когда вы видите, как ваше дитё растет, и все прекрасно, у вас всегда есть чем заниматься, и как его файн-тюнить, не забывайте думать про альтернативные истории. Думайте, а что может убить ваш проект и ваш продукт. Постарайтесь изобрести его сами или увидеть его вовремя, чтобы вовремя вовлечь этих людей в свою работу, сделать их частью своей экосистемы. Это мое вам напутствие. Все, спасибо вам большое. Спасибо, Иван. Это было очень познавательно. Погружающе, завлекательно. Спасибо большое за информацию. Друзья, буквально... Триппи.